Мы переместились на набережную. Вот там видно у нас памятник Ухшакову. Река Дон течет. Данил, привет! Нас тебя и там, и здесь показывают, как я понимаю. Мы сейчас находимся на Пармоновских складах. Мы смотрим туда. И вот они, Пармоновские склады. А сейчас мы проследуем в то самое место, где три года назад обнаружили странный подземный ход. Куда же он ведет? Давайте разберемся. Вот, собственно говоря, тот самый Пагаус на склоне. Как мы видим, здесь очень старая кладка. И раз, два, три, четыре, пять отделений. Ну, а теперь мы переместимся вниз. Вот мы спустились и вниз. Вот мы шли там по вот этой вот высокой стене сверху от тех складов Максимова, которые в народе называют Парамоны. И теперь мы подошли непосредственно к нашим Пагаусам на склоне, так называемым. Действительно, как видно, очень древняя кладка. Сейчас подойдем поближе, посмотрим на нее. Оно того стоит. Действительно, очень старые стены из известняка. И вот, как видно, все помещения достаточно одинаковые. Но в одном из них нас будет ожидать интересный сюрприз. А вот и тот самый сюрприз. Тот самый вход в самые древние подземелья Ростова. Как видно, здесь уже развалили стенку. И даже постарались сделать какой-то лаз небольшой. Видно, здесь были какие-то ворота. Проход достаточно широкий, чтобы войти. Он засыпан. Явно был достаточно высоким, очевидно, согласно уровню пола. И как видно, здесь несколько слоев перемычки. Которая действительно очень старая, осыпавшаяся. И там внутри, если посмотреть поближе, даже видно какую-то металлическую крупную деталь. От чего-то, возможно, от какого-то специального приспособления для проникновения туда. Вот это самое древнее здание в городе из сохранившихся по сей день. Вот мы с вами и побывали. Здание, которому 260 лет приблизительно. Оно чуть младше нашего города. Но одно из версий его основания. Как видно, оно достаточно большое. И вполне, мне кажется, заслуживает отдельного упоминания как памятник. Но надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Ну а что, Данил, теперь тебе слово.